Проблема бессмертия Продление жизни имеет настолько огромное значение, и физически, и этически, и как угодно, что я не вижу здесь никаких этических проблем. Мне кажется, что, во-первых, бессмертие – вещь сомнительная с точки зрения того, хорошо это или плохо. Я не убежден в том, что жить вечно – это хорошо, потому что, на мой взгляд, тогда красота этой жизни и ее привлекательность, и все то, что мы ценим в этой жизни и любим, станут, в общем-то, вещами, которые ты можешь в любой момент, ну, грубо говоря, получить. То есть они девальвируются. Я приветствую все прорывы в этой области. Если человеку будет суждено жить на пару десятков лет дольше, чем он живет сейчас, это будет замечательно. Но и сейчас разница в продолжительности жизни между разными странами очень велика. Вот в нашей стране, скажем, низкая достаточно продолжительность жизни. И это зависит не от нынешних прорывов научных, а зависит от качества питания, от качества экологии, от качества отношения к человеческой личности. Вопрос даже не в длительности жизни, а в ее качестве. Нынешняя власть себя хочет обессмертить или продлить свою жизнь максимально. Себя любимых. В лучшем случае своих детей и каких-то из своих подчиненных. Но ни никакого отношения, то, что делает сегодняшняя власть, особенно с наукой, это показала так называемая реформа, не имеет отношения к проблемам народа, проблемам медицины и медицины давно уже платной. Другой вопрос, что население земного шара растет с определенной прогрессией. Эта прогрессия, так сказать, интенсифицируется каждый год. Что мы будем делать, как мы будем кормить это население? И, собственно говоря, куда мы денем это население, если мы достигнем бессмертия? Это большой вопрос. Что продление жизни искусственным образом, то есть с помощью медицины, это значит такое небогоугодное дело. Это все связано с одним. Максимально долго сидеть в Кремле. Но есть еще и Бог. Он этого не позволит. Думаю, что все, что рождается, оно все когда-нибудь умирает, кроме души. Это сложно. То есть это и хорошо, и плохо. Как, в общем-то, наверное, почти все в мире. Субтитры создавал DimaTorzok